Слава Иисусу Христу! Большая честь, дорогая церковь, сегодня быть вместе с вами. Я хочу передать вам свежий привет с Украины и в частности из Депропетровска, где Господь позволил мне нести служение старшего пастыря. И по причине того, что было две причины. Первое, мы были здесь вместе с руководством нашего украинского братства в Филадельфии, имели прекрасное время, а также наш Сын оказался здесь у вас. Вот, и я благодарю пастора, благодарю вас. Господь подарил мне прекрасную возможность разделить с вами духовное общение. Я вас приветствую и мир вам, братья и сестры! Мое желание сегодня поделиться с вами Божьим Словом. Тема моей проповеди называется «Глубина нашего посвящения». Я даю название своим проповедям, веря в то, что это поможет нам сконцентрироваться и лучше запомнить то, что мы слышим. Прочитаем два отрывка из Божьего Слова. Первое место – это послание к Римлянам, 6 глава. Будем читать из 13-го текста и ниже. Апостол Павел пишет верующим в Риме, «А сегодня я верю здесь, к нам, ко мне и каждому из нас. И не предавайте члену ваших греху в орудие неправды, но представьте себя Богу, как оживших из мертвых, и члены ваших Богу в орудие праведности. Грех не должен над вами господствовать, ибо вы не под законом, но под благодатью. Что же, станем ли грешить, потому что мы не под законом, а под благодатью? Никак. Неужели вы не знаете, что кому вы отдаете себя в рабы для послушания, то вы и рабы. Кому повинуетесь или рабы греха к смерти или послушания к праведности? Благодарение Богу, что вы были прежде рабами греха, от сердца, стали послушны тому образу учения, которому предали себя. И прочитаем другой текст. Это Евангелие от Матфея, 16 глава, 24 и 25 текст. Тогда Иисус сказал ученикам Своим, «Если кто хочет идти за Мною, отвергни себя, и возьми крест свой, и следуй за Мною. Ибо кто хочет душу свою сберечь, тот потеряет ее, а кто потеряет душу свою ради меня, тот обретет ее». Дорогие дети Божьи, дорогая церковь, я хочу вместе с вами благодарить Бога, что Бог по Своей великой любви и милости поднял каждого из нас из глубокого рва и из тенистого болота. Скажи слава Богу за это. Друзья мои дорогие, мы были рабами греха, мы служили греху, но пришел Иисус Христос в нашу жизнь, и Он взыскал наши души, Он спас нас. И я хочу сказать, что теперь перед нами должна наступить следующая фаза нашей духовной жизни. К большому сожалению, я не знаю, как у вас здесь, но работая с людьми, я вижу, что подчас бывают люди остаются в этом начальном состоянии. Знаете, как духовные младенцы, но Господь призывает нас к глубокой, полноценной христианской жизни. Вы можете амин сказать? Братья и сестры, и хочу сказать сегодня, что я имею в виду, говоря о посвящении. Слово посвящение и слово святое, они происходят от одного корня, святой, то есть отделенный, отделенный. И Отец Небесный через своего Иисуса Христа, Сына Своего, Он взял нас и отделил нас. Мы читаем, братья и сестры, первая глава. Я хочу на этом сконцентрировать сегодня наше внимание. Это будет часть моей проповеди. На чем базируется наше посвящение, дорогие друзья? Если здравый человек может задать вопрос, а почему я должен посвящать себя Богу? Апостол Павел, открывая эту великую духовную истину, в первой главе послания к эфесянам пишет следующее. Так как Он избрал нас в Нем прежде основания мира. Друзья мои, еще ничего не было, ни даже начальных пылинок вселенной. И Отец Небесный во Христе Иисусе Он избрал нас. Далее мы читаем. Он предопределил усыновить на себе через Иисуса Христа. Людей очень часто такие вопросы посвящают. А если я не предопределен? Я в свое время очень интересовался вот этой последовательностью, где в другом тексте мы читаем, сказано, кого Бог предузнал, тем и предопределил. И я задался вопросом, что Бога интересовало в нашем предузнании? Знаете, мы можем по-разному рассуждать, но когда я начал молиться и смотреть на это, может быть, это неполный ответ, но я пришел к выводу, что Бога в Его предузнании интересовало, когда Бог постучит к нам, когда Его рука коснется нам, откроем ли мы Ему наше сердце или не откроем. Братья и сестры, я не нашел другого ответа. Мы спасаемся не по нашим добрым делам, но по благоволению Его святой воли. И Он, предузнавши, предопределил нас ко спасению. Слава Ему за это! Братья и сестры, я не могу равнодушно относиться к этому. Я, по милости Господа, служу Ему уже больше сорока лет, но я продолжаю благодарить и восхищаться за Божьи деяния в моей жизни. И это еще не все. Мы читаем дальше. В котором мы имеем искупление кровью Его. Почему мы называемся, дорогие братья и сестры? Потому что за тебя и за меня уплачена цена жизни Единородного Божьего Сына. И апостол Петр пишет, зная, что не тленным серебром или золотом искуплены вы от суетной жизни, но драгоценной кровью Иисуса Христа. Я хочу спросить вас теперь. Скажите, пожалуйста, за вас кто-либо умирал когда-либо? Бывает такая ситуация, когда мамы, рождая детей, они платят дорогую цену. Я знаю, у моей мамы была подруга, и когда она родила седьмую девочку, седьмой ребенок был, она при родах умерла. И я рассуждаю, материнская любовь, это очень сильная и глубокая, жертвенная любовь. И не раз мы сравниваем, что Бог, желая показать свою любовь, Он говорит, забудет ли женщина грудное дитя, чтобы не пожалеть сына чрева своего? И Бог говорит, если бы и она забыла. Это может быть исключительные случаи, такие бывают. Правду, сестры, я говорю или нет? Исключительные случаи. То Бог говорит, я тебя не забуду. Братья и сестры, моя мама, она тоже меня родила непросто, но Бог подарил мне жизнь через нее. Но моя мама не умирала за меня, мой папа за меня не умирал. За меня и за тебя умер Богочеловек, Иисус Христос. Скажи Аллилуйя. Мы искуплены дорогою ценою. Следующий пункт, братья и сестры, Бог открыл нам тайну в своей воле. Однажды Иисус возрадовался духом и сказал, Отче, я благодарю тебя. Ты утаил это от мудрых и разумных. И открыл кому? Младенцам. Не потому, что Бог несправедливый. Я приведу быстренько один пример. Друзья мои, дорогие, я однажды ехал в поезде из Запорожья в Киев. И моими попутчиками в поезде оказался доктор физико-математических наук и женщина тоже имеющая определенные научные степени. И я начал им свидетельствовать об Иисусе Христе. И я вижу, с ними трудно говорить, с этой категорией людей. И тогда я думаю, я чуть-чуть перейду на практические вещи. Я называю его по имени. И я говорю, уважаемый такой и такой. Вы знаете, что Бог, в Которого я верю, Он живой. Он отвечает на молитвы. А как? Я говорю, в 80-м году у моей тети обнаружили четвертую степень онкозаболевания. Отправили ее на облучение. Но ей так там было трудно. И она сказала, я не хочу этого, я лучше умру в своем доме. У нее было 8 детей, моих двоюродных братьев и сестер. И они денно и ношно посетились и взывали к Богу. Даже верующие некоторые говорили, почему вы так молитесь? Там будет лучше. Но знаете, мам очень любят. Правда, детки? И они просили Бога. И Бог исцелил ее и дал ей еще 15 лет жизни, как Езекии. Я рассказал этому ученому мужу. А он, знаете, что мне говорит? Говорит, так это же вы пустили сигнал во вселенную. А через время он к вам возвратился. Я посмотрел на этого человека и еще раз пришел к выводу. Бог не потому не открывает этим людям. Бог хочет им открыть. Но мир в своей мудрости, он не познает премудрости Божьей. Но тебе и мне открыта тайна воли Божьей. Аллилуйя! Братья и сестры, и это еще не все. Мы читаем такие слова, написано, что Отец Небесный запечатлел нас обетованным святым духом. Он поставил свою печать. Дьявол – это большой имитатор. Он тоже будет ставить печать 666. Но на детях Божьих стоит печать Духа Святого. И это еще не все. В нем мы сделались наследниками. Был предназначен к тому по определению, совершающего все по изволению своей воли. Братья и сестры, перед нами прекрасное будущее. У нас впереди наследие, которое Отец Небесный Он приготовил для нас. И поэтому это базис, это основа. Почему я призываю сегодня посвящать глубже наши жизни для Господа. Пусть Господь благословит нас. Он нас отделил от этого мира. А мы должны, как я прочитал теперь здесь, взять и представить тела свои, члены свои, Богу, как орудия праведности. Когда я проповедую, мне очень нравится беседовать с залом. Я задам вам два вопроса. И, конечно, не имея много времени, у вас насыщенная жизнь сегодня, я сам отвечу. От чего зависит глубина нашего посвящения? Братья и сестры, я пришел к выводу, что есть несколько ответов. И я парочку из них предложу. Глубина нашего посвящения Богу зависит от нашего познания Бога. Апостол Павел, братья и сестры, когда он встретился по пути в Дамасе Иисусом Христом, и когда Иисус сказал ему, что это Он, это Иисус, апостол сказал, что для меня было преимуществом, то ради Христа я почел как? С щитой, по-украински, за смиття почитал. Представляете? Он говорит, я ради него от всего отказался. Познание. Дорогая церковь, молодежь, старшие люди, я призываю словами из Библии больше и больше познавать нашего великого Бога. Аминь. Следующий пункт. Наше посвящение, глубина нашего посвящения зависит от того, насколько мы любим Господа. Помните, когда Иисус воскрес, Он спрашивал Симона Петра трижды, Симон Ионин, любишь ли ты меня? И когда Петр давал ему ответы, Он говорил, паси овец моих, паси агнцев моих. Если мы любим Господа, мы посвящаем себя для Него. Для меня это все равно, братья и сестры, как двое молодых людей обручены друг к другу. И посвящение это взаимность. Так или нет? Вы согласны со мною? Это взаимность, когда молодые люди, они посвящают себя, они дают обет верности. И мы с вами, апостол Павел пишет, я обручил вас единому мужу, Господу нашему Иисусу Христу, чтобы представить Ему чистою Девою, не имеющую пятна или порока. Мы обручены Господу. Мы в завете с Ним. Братья и сестры, хочу сказать также, что есть много достойных примеров, посвященных людей. Много достойных примеров. Я недавно читал книгу на украинской мове «Надзвычайно посвято», где мужчины и женщины, они, познавая Бога, они целиком и полностью полагали себя на алтарь для Него, для Его служения. И мы также видим апостол Павел. Он называл себя Павел раб Иисуса Христа. Может быть, нам не очень это слово нравится. Я раб Иисуса Христа. И мы с вами прочитали о Его жизни. Мы вспомнили, что Он писал. И в послании к Колосянам Он говорит, «Я хочу, чтобы вы знали, какую отчаянную борьбу я веду ради вас и ради тех, кто не видел лица моего в плоти». То есть Он настолько посвятил себя Господу, что говорит, «Я даже жизнью своей не дорожу». Хороший пример посвящения. Я думаю, замечательный библейский герой апостол Павел. Друзья мои, Иисус Христос. 17 глава Евангелия от Иоанна. Он говорит следующее, «И за них, за учеников я посвящаю себя, да будут и они освящены истинною». Поэтому, взирая на эти образы, святые образы, пусть Господь благословит нас в сегодняшний день пересмотреть наше посвящение. И пару слов о кресте. Иисус говорит, «Если кто идет за Мною и не берет креста своего». На этот счет я, христиан, видел разные толкования. Я задам вам еще один вопрос. Как вы думаете, болезнь является крестом? Думаю, может быть, только в исключительных случаях. Что же такое крест? Мне нравится одно из определений креста, Дорогие мои друзья, это вертикальная планка, это воля Божия. А горизонтальная планка, это наша с вами воля. И вот пересечение воли Божьей и моей воли, вашей воли, является крестом. Для Иисуса этот крест был непростой. И он просил, «Отче, если возможно, да минует меня чаша сия». А потом сказал, «Прочем, не моя воля, но чья твоя, да будет». И он испил эту чашу до дна и посвятил себя целиком и полностью за церковь, за свой народ. Какая глубина сегодня моего посвящения и вашего посвящения, это я уставляю для нашего размышления. И я верю, Бог ищет сегодня себе людей, которые отдают себя. Как здесь сказано, представьте сами себя. Кто-то сказал, покупка осуществляет право, но только передача осуществляет собой обладание. Иисус имеет на нас право. А вот наше доброе желание сказать, «Господь, вот я, я посвящаю себя, свои силы, свое тело, члены моего тела, как орудия на дела святые». Пусть Господь благословит нас. Братья и сестры, я бы хотел закончить молитвой. Если в этом зале есть люди, которые желают больше посвятить себя для Господа, или обновить свое посвящение. Вы знаете, молодым людям мы часто напутствуем, венчаем им, говорим, не стесняйтесь говорить друг другу, я люблю тебя. Сестры, это нравится, когда мужья говорят, я люблю тебя. Когда то брат Курененко говорит, я приду на работу и звоню своей жене, говорю, дорогая, я люблю тебя. Она говорит, впервые слышу. Вот, знаете, и поэтому я верю нашему Господу. Ему приятно, когда мы предстаем преднем молитве, говорим, Господь, вот я, возьми меня, и я отдаю себя. И вы знаете, когда Бог берет наше ничтожное, наше немощное, как мы сегодня тут пели, оно может быть довольно сильным. Об Иосифе сказано, на этого человека враждовали, стреляли против него стрельцы, но крепкие остались руки его и лук его от рук мощного Бога Яковлева. Я представляю такую картину руки Иосифа и этот лук. И поверх этих рук возложены руки всесильного великого Бога. И тогда мышцы Иосифа и лук Иосифа был крепок. Братья и сестры, мы в Украине сейчас переживаем непростой период. В каком-то процессе до конца даже нам неизвестном. Но я, трудясь в Украине, я вижу, какая большая нужда посвященных людях. Вы здесь, вы можете молиться, вы можете приехать на миссию. У вас тоже огромное поле труда, я увидел, сколько молодежи, подростков. Да благословит вас Господь. Пусть глубина вашего посвящения будет достойна. Как написано, в равном ему смездия, как детям, говорю, распространитесь и вы. И если есть такие люди, поднимите вашу руку или придите сюда наперед. Можно, брат пастор, мы так сделаем. Кто желает, обновит свое посвящение. И мы помолимся, поблагодарим Бога, встанем для молитвы. Субтитры создавал DimaTorzok